Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта «День студента» мы вновь представляем Чувашский государственный институт культуры и искусств. Меня зовут Елизавета Руденская. Меня Александра Лысова. Сегодня мы поговорим сразу о нескольких направлениях подготовки. Но речь не об этом. Сейчас мы поговорим о кафедре народного художественного творчества. Эта кафедра является молодой и динамично развивающейся. Она занимается подготовкой уникальных кадров для сферы культуры Чувашской республики и за ее пределами. Она была образована в 2006 году. Кафедра ведет профессиональную подготовку наиболее талантливой молодежи. По направлению подготовки народная художественная культура по пяти профилям. Руководство хореографическим любительским коллективом, руководство студии декоративно-прикладного творчества, руководство студии кино, фото-видео творчеством, руководство любительским театром, руководство этнокультурным центром. Вопустники могут осуществлять профессиональную деятельность в сферах образования и науки, культуры и искусства. И совершенно недавно наш институт стал реализовывать направление подготовки руководства студии кино, фото-видео творчества. И сегодня у нас в гостях преподаватель этого направления Юрий Николаевич Сергеев, а также студент Константин Ефремов. Здравствуйте. 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 И прямо сейчас посмотрим одну из работ Юрия Сергеева. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Такое вот отделение Правда оно объемное Достаточно емкое То есть там и кино, и фото, и видеотворчество То есть объять объять оно невозможно Но именно вот на нашем курсе Мы взяли в приоритет Основное направление Это деятельность в области кино Так скажем Вот А насколько, по вашему мнению, актуально Обучение кино, фото, видеотворчества В современном обществе? Безусловно, актуально Потому что, сами понимаете То есть спрос на медиа-контент, он всегда был. И заметьте, что сейчас с появлением соцсетей, с появлением, скажем таки, Ютуба, который развивается и тем более развитие регионального нашего кинематографа, это более чем актуально, я считаю. Спасибо большое. Константин, безусловно, ваше обучение на кафедре кинофото-видеотворчества отличается от других направлений. И расскажите, какие специальные предметы нравятся вам больше всего? И в принципе о вашем обучении. Ну, какие предметы? Предметов, конечно, достаточно много мы изучаем. История, кино, съемочное мастерство. Сейчас вот появилось действительно, вот Юрий уже про это сказал, видеоэффекты. ВФХ направление открылось. И как бы, я бы сказал, что меня это больше всего интересует, больше всего нравится. Плюс операторское, вот съемочное мастерство. ВФХ, чтобы вы понимали, извините, сейчас Константин, чтобы это было понятно, ВФХ это направление достаточно молодое в России. И большее, более чем скажу, что даже не во всех московских киношколах есть такой предмет. То есть для того, чтобы преподавать этот предмет, нужны все-таки специалисты. Вот Константин, он один из специалистов уже с опытом работы, обучается в нашем институте. Это здорово, на самом деле. Что вы можете еще сказать? В принципе, у нас же это молодое направление. Что вы можете сказать? Имеет перспективу? Я думаю, ну, сами сначала ответите. Конечно, имеет перспективу. Ну, например, сейчас на госке на студии Чувашкино требуются кадры. То есть, безусловно, мы будем рекомендовать своих наших студентов, не только на госке на студии Чувашкино, но, скажем, на телевидении национальном тоже везде требуется режиссера монтажа, требуются операторы, хорошие операторы. А та база, чтобы ее получить, это нужно раньше было ехать в Москву, в Казань, куда-то еще в Питер, в советские, то есть столичные вузы. В принципе, у нас можно получить достаточно хорошую базу. Ну, это замечательно. Я тоже так считаю. Все-таки это у нас новое направление, и думаю, оно будет в дальнейшем развиваться. Поэтому Юрий Николаевич, Константин, спасибо большое, что познакомили нас и наших зрителей с этим. Думаю, все-таки в будущем у нас будет много студентов обучаться на этом направлении. Поэтому мы всех ждем. И мы, дорогие друзья, можем прямо сейчас увидеть бэкстейдж занятие направления руководства студии кино, фото и видеотворчества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, если кто только что включил. Мы напоминаем, что сегодня в эфире Чувашский государственный институт культуры и искусств. Меня зовут Елизавета Руденская. А меня Александра Лысова. И у нас в студии представители кафедр социально-культурной и библиотечно-функционной деятельности. А именно, доцент, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Эдуард Валентинович Фомин. Эдуард Валентинович представляет направление подготовки библиотечно-функционной деятельности. А также у нас сегодня в гостях Анастасия Никандрова, студентка четвертого курса направления подготовки социально-культурная деятельность. Здравствуйте. 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 Эдуард Валентинович, сразу же вопрос. Наш институт называется Чувашский государственный институт культуры и искусств. Думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, почему у нас всего два факультета. Ну, по сути, факультетов больше три. Первый факультет – это факультет культуры, затем факультет исполнительского искусства и ко всему прочему. Как я помню, с 2005 года в институте работает факультет дополнительного профессионального образования, теперь называется институтом, факультетом дополнительного образования. Наш факультет был открыт в 2000 году. И на нашем факультете готовятся специалистов, в первую очередь, для биотечественной информационной деятельности. И с 2003 года начали готовить специалистов для клубных учреждений республики. Спасибо. Такие интересные аббревиатуры – СКД и БИД. Что можете сказать об этих направлениях? Ну, СКД и БИД – это аббревиатуры, которые нам удобнее пользуются в нашей повседневной речи. Очень многие люди не понимают, когда мы говорим на своем как бы жаргоне преподавательском и студенческом. СКД – это… Социально-культурная деятельность. А БИД – это библиотечная информационная деятельность. Нам так удобнее. И потом кафедра называется очень длинно – кафедра социально-культурной и библиотечной информационной деятельности. Надо как-то экономить время, и мы сокращаем до СКД и БИД. СКБД на нашем языке. Да, кафедра – да. Настя, вот социально-культурная деятельность, вообще о чем это? Расскажи нам. Вообще, социально-культурная деятельность – это направление подготовки. А менеджмент социально-культурной деятельности – это уже, получается, профиль нашей подготовки. Вообще, мы обучаемся по программе «Бакалавриат». И люди, которые туда приходят на эту специальность, ой, извините, направление подготовки, в дальнейшем должны заниматься такими функциями, как создавать и разрабатывать различные проекты, программы, мероприятия в сфере культурной политики. Также мы проходим практику на базе концертного, продюсерского центра. Помимо этого, активно проходим практику в домах культуры. Это галереи, библиотеки, парки отдыха и развлечений. И в рамках профессиональных дисциплин мы изучаем такие предметы, интересные, как основы менеджмента, социально-культурной деятельности, арт-менеджмент, мастерство ведущего, сценарно-режиссерские основы, маркетинговые коммуникации в сфере культуры и многие другие предметы. То есть тебе нравится? Очень. Айдород Валентинович, а нет ли проблем с абитуриентами? Я бы не сказал, что есть проблемы с абитуриентами. Наоборот, в последнее время мы испытываем некоторый наплыв желающих учиться в нашем институте. У нас даже бывают конкурсы. Очень жалко бывает отказывать некоторым студентам, потому что мы видим абитуриента. Мы видим, что хороший приходит абитуриент, но, увы, у нас места уже не остается. Дело в том, что очень часто возникает такая ситуация, люди приходят подавать заявление, и вдруг они узнают, что им, оказывается, необходимо было сдать единый госэкзамен по литературе. Литературу, увы, в школе сейчас убирается не так много человек в качестве экзамена. И в результате получается, нам приходится отказывать принимать некоторых хороших будущих студентов. У нас очень много студентов из Нижегородской области. Почему-то много студентов из Коми-республики. Но из Татарии бывает не так много студентов. У них есть сегодня институт культуры и искусства. Они и другие вузы, в которых готовят специалистов для сферы культуры и искусства. Из Марийской республики. Из Удмуртии. Ну, вот примерно такая география. И, ко всем прочему, у нас сейчас стало много студентов из-за рубежа. Просто обязанные. Иметь студентов. Это международная деятельность. Она учитывается в мониторинге эффективности вузов. У нас есть студенты из Таджикистана, из Таиланда, из Китая, из Японии. Придом неплохие студенты. Столисты. Театр, опера, балет. Неплохо. Эдуард Валентинович, какие дисциплины изучают студенты? Вот Настя нам рассказала про социально-культурную деятельность, про библиотечную. Ну, все, что связано с библиотечной информационной деятельностью. И мне необходимо в данном случае сделать упор, акцент на части информационной деятельности. Информации очень много. И количество информации удваивается через каждое определенное время. И ее становится все больше и больше. И необходимы специалисты, которые будут очень хорошо в этом разбираться. Я обычно студентам на занятиях привожу такой пример. Допустим, самая богатая библиотека в нашей республике – это Национальная библиотека. Там 2 миллиона экземпляров книг. На первый взгляд, ну, это такой большой фонд, в самом деле. И найти необходимую книгу бывает очень сложно, согласитесь. У меня дома небольшая библиотека, чуть более тысячи экземпляров. Но я иногда просто отказываюсь там найти книгу, которая, в самом деле, имеется в моей библиотеке. Мне проще прийти в Национальную библиотеку и найти эту книгу. Почему? Потому что в Национальной библиотеке все они упорядочены. И чтобы найти необходимую книгу, можно потратить там, ну, полминуты. А дома я буду искать часами, да? И вот, представим тебе такую картину. Свалим все 2 миллиона книг в одну большую кучу, дадим задание. Найти необходимую мне книгу как можно быстрее. На это понадобятся годы. Самая богатая библиотека в нашей стране – это Российская государственная библиотека. И там 40 миллионов книг, по-моему. Где-то так, по-моему, еще даже больше. Вполне возможно. Книг издаются все много, больше и больше. И вот, представь себе, привели исследование, посчитали, сколько времени понадобится одному человеку, чтобы просто переложить эти книги. Оказалось, более 70 лет. Без отдыха, на сон и на обед. Это много, конечно. Конечно. И найти литературу в таком потоке информации очень-очень сложно. Нужно обеспечить информационную деятельность, обучать студентов, специалистов, ориентироваться в этом потоке. Интернет не поможет. Очень часто интернет… В интернете причитают очень интересные вещи, она, мне кажется, очень справедлива в нашем случае. Архивариус беспокоится о том, что сейчас обрастает новое поколение людей, которые не будут после себя оставлять никаких следов. Достаточно выключить электричество, и не будет ни фотографий, ни документов. Все они хранятся в интернете. Их невозможно сизать. Да. Эдуард Валентинович, где и кем сейчас работают выпускники? География, опять-таки, широк. Это практически вся европейская часть России. Очень много выпускников работают в Петербурге, в Москве. Ну и я уже говорил, что у нас очень много студентов из Нижегородской области, из Коми, из Удмуртии. Они работают у себя на родине. И очень бывает приятно, когда мы с ними случайно сталкиваемся, они только в Чебоксарах. И когда они подходят к нам и начинают с нами говорить за жизнь. Вот. Ну, приятно. Я обычно, ну как, хожу в очках, плохо вижу, и сам не напрашиваюсь. Они сами подходят. Это такая награда нам. Стоит, я думаю, сказать о мастер-классах, о приглашенных преподавателях, а также о конференциях, которые проводят Ваша и другие кафедры у нас в институте. Ой, много лет назад, когда я работал в культуре дополнительного образования, наш учитель, Министерство культуры, нам дал замечательное задание. Провести курсы повышения квалификации для работников театра. Это были блестящие курсы. Нам удалось, благодаря нашему министерству, учредителю пригласить замечательных, лучших преподавателей страны и мира. А это Андрей Борисович Дрознин, специалист в области сценического движения. Он работает только в Москве и за пределами России. Мне удалось каким-то чудесным образом его пригласить в Чебоксара. И он сказал, когда я его спросил, почему вы все-таки согласились? Выше птицы, высоко в полеты. Он говорит, в Казани бывал, мне же в Новгороде бывал. В Чебоксарах не бывал. Мне просто повезло. Ну и Елена Ласковая, она занимается преподаванием сценической речи. Ну и, ко всему прочему, Иван Миляев, главный художник-модельер Большого театра Наталья Федорова, замечательный гример Наталья Николаевна Остраумова. Ну, это то, что касается факультета исполнительского искусства, что касается факультета культуры, то здесь гораздо сложнее. Дело в том, что мастер-сказы, скорее всего, предназначены для актерских специальностей, для исполнительского искусства. И в последнее время мы чаще говорим не про мастер-классы, а про квесты для библиотечно-информационной и социокультурной деятельности. Но здесь сложнее, потому что работа в области СКД и БИД – это такая работа, которая не выпячивается. Мы ее просто видим, конечный результат. Хорошо, спасибо. У нас есть видеоролик, конференция, которая совсем недавно прошла в нашем институте, и прямо сейчас мы можем его увидеть. 19 марта 2019 года в Чувашском государственном институте культуры и искусств прошла шестая международная научно-фрактическая конференция на тему «Современное общество. Актуальные проблемы и перспективы развития в социокультурном пространстве». Цель конференции был поиск решения актуальных проблем современного общества в социокультурном пространстве. Организатор и кардизатор конференции. Кандидат педагогических наук, профессор заведующей кафедрой социально-культурной и библиотечной деятельности Чувашского государственного института культуры и искусств. Каримов Бутурджон Кадырович. Каримов Бутурджон Кадырович. Развивайтесь, друзья, и идите к своим целям. Ведь культура основана на знаниях. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, кто он, менеджер социально-культурной деятельности? Менеджер социально-культурной деятельности – это, проще говоря, управленец в сфере культуры. И профессия достаточно требует разностороннего глубокого развития, обязательно организаторские способности и, главное, умение общаться с людьми. Мы можем работать вообще во всех сферах нашей жизни. Например, инструктор-методист, педагог-организатор, руководитель творческих и любительских коллективов. Также мы можем успешно реализовывать свою профессию в качестве продюсеров, директоров и многое другое. Как ты думаешь, каковы перспективы развития в области социально-культурной деятельности? На мой взгляд, перспективы, они очень огромные, потому что, вот как я уже сказала, мы можем работать во всей сфере. То есть это начиная от обычного аниматора и заканчивая продюсером. Норд Валентинович, все-таки нам очень интересно, быть или не быть библиотечной профессией в будущем. Я в этом не сомневаюсь, я не только я. Сейчас очень популярные футурологические предсказания. Но, на самом деле, видимо, без специалистов в этом море информации не обойтись. Спасибо. Очень интересное мнение, и, в принципе, мы его поддерживаем. Спасибо большое, Эдуард Валентинович, Насте, за то, что рассказали нам про свою кафедру. Да, я думаю, нам это все пригодится. Все-таки интересно, что за такое вообще направление подготовки библиотечного дела. Мы будем... Местерально-культурная деятельность также. На соседней кафедре народного художественного творчества, возглавляемой Васильевой Рейсей Михайловной, кроме кинофото-видео, творчества, хореографии, развиваются и другие профили. Например, руководство студии декоративно-прикладного творчества, где осуществляется подготовка наиболее талантливой и одаренной молодежи. Об этом направлении подготовки наш следующий видеосюжет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас вот в этом году к городу 550-летний город, и мы приготовим для города специальный сюрернир. Это связанное с образом улыб, потому что у нас город Шубаш, как он называется. Шубаш – это наш улыб-богатырь, это наш предок, основатель города Себасары. И вот для него мы готовим для туристов форму, такую вот специальную, ну, смешную пока, конечно, дедушку. Вот, это я вам сейчас показал, в данный момент. Вот здесь вот мы можем посмотреть это. Я вам покажу. Это все делается просто такими формами. Я думаю, нашим гостям это понравится. У нас есть предмет народный кастрюм. Здесь уже наши студентки конкретно занимаются нашими украшениями всевозможными. Мы рассматриваем этнические, этнографические костюмы верховых, низовых, промежуточных Чувашей. И начинаем уже изготавливать национальный головной убор. Всевозможные разные, разных времен. Коллекцию костюмов заслуженного работника культуры Чувашской республики Зинаиды Вороновой была представлена в Всемирном парамузыкальном фестивале в Москве. Песню на чувашском языке исполнила выпускница вокального отделения нашего института Галина Никитина. Класс заслуженного работника культуры Российской Федерации Агриппины Ивановой. А мы напоминаем, дорогие друзья, что сегодня мы представляем Чувашский государственный институт культуры и искусств. Меня зовут Елизавета Руденская. А меня Александра Лысова. Ты знаешь, Саша, в не очень далеком детстве я очень любила танцевать и даже пару лет ходила на занятия. И вообще, в принципе, сейчас, признаться честно, тоже люблю танцевать. И все, что связано вообще с танцем, мне по душе. И когда я вижу постановки наших хореографов на сцене, у меня просто замирает сердце. Да, Лиза, на самом деле, мне тоже очень нравятся все постановки наших студентов, направление подготовки руководства хореографическим любительским коллективом. Дорогие телезрители, сейчас в нашей студии доцент кафедры народного художественного творчества, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Краснова Светлана Николаевна и студентка третьего курса Татьяна Макеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию? Ну, наверное, как и многие девочки, я в детстве самозабвенно танцевала и тайне мечтала, что какая-то скрытая камера, возможно, меня снимает. Но в то время, конечно, не было никаких скрытых камер, но вот эта мечта моя все-таки осуществилась, когда я поступила в Институт культуры и по распределению была направлена в Чебоксары. И с первого дня работы я начала работать над созданием коллектива творческого, и он стал называться «Танцклуб Модерн». 27 лет я отдала этому своему любимому делу. И, в общем, многочисленные авторские программы, любимые ученики – все это уже моя история. И, в общем, то, чем сейчас я занимаюсь в Институте, это я передаю свой практический жизненный и творческий опыт уже сегодняшним студентам. А их, как вы знаете, у нас много. Девять курсов учатся на пять на заочном и четыре на очном. Три выпуска хореографов уже осуществилось. Ну, в общем, вот так я пришла в профессию. Таня, вот ты выбрала профиль руководства хореографическим любительским коллективом. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, чем это привлекательное для тебя и что вообще для тебя означает танец? Ну, начала заниматься танцами я с семи лет. И, наверное, где-то с класса седьмого-восьмого я поняла, что хочу стать хореографом, что это будет моей будущей профессией, станет делом всей моей жизни. Поэтому, закончив 11 классов, я решила поступить в Чувашский государственный институт культуры и искусств и поступила. Сейчас являюсь студенткой третьего курса. И что для меня танец? Наверное, танец — это и есть вся моя жизнь, потому что именно этому я отдаю больше всего своего времени и сил. И когда я с детства начала танцевать, я пришла в коллектив, в ансамбль эстрадного танца «Синяя птица». Я и по сей день там танцую. И сейчас уже являюсь преподавателем и, задумываясь иногда, действительно осознаю, что выбрала правильный путь и буду заниматься этим всю свою оставшуюся жизнь. Ты участвовала в конкурсе «Мисс Искусства», который проходил у нас в институте. У нас, кстати говоря, есть твоя визитка, в которой ярко выражено твое отношение непосредственно к танцу и своей профессии. В этом большом мире, в темноте, так непросто найти тот свет, который поведет тебя. Ту дорогу, которой предстоит посвятить всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В нашей кафедре существуют базовые дисциплины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И для нас это очень большое счастье И общаться именно с этими людьми И в то же время контактировать И отдавать все, что мы можем и знаем Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Найя, Николай, как он себя называет, и студент из Китая. И надо сказать, что для нас это большой пример их отношения к учебе и поведения. Вообще это замечательно, что студенты вот так контактируют и общаются с иностранными студентами. Ведь это же культура. Культура, кстати, очень развитых стран. Замечательно. Таня, скажи нам честно, какие специальные предметы, которые вы изучаете, тебе нравятся больше всего? Ну, вообще, если брать какие-то отдельные направления в хореографии, то у меня нет любимого. Потому что каждый, наверное, стиль хороший, интересен по-своему. А вот именно обучение в институте, больше, наверное, предпочтение я отдаю именно народно-сценическому танцу. А какие достижения как раз у тебя с твоими одногруппниками сложились вообще за период обучения в институт культура? Наиболее значимыми для нас, наверное, были хореографический конкурс «Танцуй» в прошлом году. Мы тогда стали лауреатами первой степени. И в этом году, буквально месяц назад, у нас в институте был конкурс «Фестиваль калейдоскоп талантов». Мы тогда участвовали в двух номинациях, и в каждой из них нас наградили также лауреатами первой степени, что очень порадовало нас. Но сначала удивило, потому что мы действительно не ожидали. Участников было очень много. Но когда мы узнали результат, были очень удивлены. Приятно удивлены этому. Светлана Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, немного о выпускниках все-таки. В 2012 году мы набрали впервые на курсы хореографии молодых людей. И вот после этого года мы ежегодно набираем студентов. На сегодня три выпуска. Все работают выпускники по специальности, потому что мы поддерживаем отношения. И, в общем, хореографы работают и с детьми дошкольного возраста, и младшего школьного возраста, и руководители коллективов, уже работающие со взрослыми людьми, и даже с возрастной группой, скажем, примерно моего возраста. Сегодня очень популярно направление такое, что даже с пожилыми людьми работают хореографы. Потому что это залог того, что это продолжительность жизни, активный такой образ жизни пожилых людей. И поэтому есть определенный интерес у студентов-заочников именно вот в этом направлении изучать. Спасибо большое, что рассказали нам вообще о направлении подготовки руководства хореографическим любительским коллективам. И завершаем мы нашу программу видеосюжетом с конкурса «Стерт-тинейджер», в котором принимали участие наши студенты-хореографы. А вам, дорогие друзья, мы желаем развиваться, не стоять на месте. И прощаемся с вами. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Что для меня танец? Танец – это и есть вся моя жизнь. Ведь именно этому я отдаю больше всего времени и сил, потому что это действительно мне нравится. И когда я танцую, я счастливее всех на свете. Танец – это как батарея, которая греет наши души. Что для меня танец? Танец – это проявление собственного «я». Здесь не получится солгать. Либо отдаешься по полной, либо не отдаешься вовсе. Танец – это движение, с помощью которого человек может показать то, о чем не может сказать вслух. Танец – это диалог моего внутреннего мира со зрителем. Танцы – для меня это глоток воздуха. Танцевать – значит дышать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok